Уважаемый Андрей Андреевич, вы говорили, что путем приношения в жертву огромного количества человеческих жизней лютые злодеи могут ускупить свои грехи. Нет-нет, вы купить, вы не так, вы не то пишите, вы не так услышали вообще. Лютые злодеи хотят жить дольше, они хотят жить дольше, а грехи у них там их бесконечно будут. И вот эти лютые злодеи, они болеют онкологией и хотят, чтобы эта онкология, они хотят выкупить свою жизнь. Стоимость жизни такого человека, она вырастает в зависимости от стоимости его капитала. Так один человек может на протяжении жизни заработать не больше, допустим, там 300 тысяч долларов всех денег. У этого человека, допустим, который болеет онкологией, у него 300 миллиардов долларов денег. И такому человеку, обычный человек, которого 300 тысяч, и он приносит жертву, и эта жертва может выкупить его там куском красного мяса, отданного собаке или брошенного в огонь. А такому человеку, который имеет огромное количество денег, который своровал, необходимо много жертв. Таким образом создаются войны, где эти жертвы, где убивают людей, являются выкупом за жизнь такого вот никчемного воришки, брехуна и так далее. И в этом тоже это, конечно, очень пугает, это страшная история, о которой я говорю. Но это такая вот жизнь, знаете. Плохо это или хорошо? Вы знаете, я отношусь к этому всему как к пути. То есть это путь, одно из жизней. Я верю в то, что человек перерождается. Я верю в то, что человек перерождается не только в будущем, а перерождается и в прошлом. И человек, который рождается, имеет определенный урок, который дает ему эта жизнь. Эти уроки мы получаем постоянно, если делаем выводы. То есть если муж вас бросил, и вы говорите, я его прощаю, но зачем же вы его прощаете, если он был к вам жесток? Наоборот, нужно было сказать, это был плохой человек, он делал мне в жизни много гадостей, совершил много глупостей, я с ним была несчастлива. Больше с таким человеком жить я не захочу. Все, похожий человек в вашей жизни не появится. Потому что когда вы говорите, да я уже забыла, я его простила, все хорошо, я хороший христианин и так далее. Ну и вновь это будет появляться. Почему происходит вновь и вновь гадости? Потому что наше христианское воспитание в большинстве своем говорит о том, что нужно врагов прощать. И дошло уже до того, что их не только прощают, их потом не идентифицируют и даже желают. Я читаю иногда, пусть все враги будут счастливы. Как это пусть все враги будут счастливы? Пусть все враги будут врагами, пусть те, кто убивал, несет ответственность. Потому что они негодяи, подлецы, они сволочи. Пусть все, кто участвует в войне, пусть все, кто развязывает войну. Пусть эти все люди не имеют счастья, а имеют горе. Пусть они это горе чувствуют каждый день. Пусть это горе съедает их семьи, точит их коренья, точит их судьбы и делает их несчастными во всех поколениях. Мы не должны этих людей любить, они негодяи. Таким образом, такие люди идентифицируются, даже если они левым способом проникают. А христианство, оно говорит, да, прости своих врагов. Нельзя такое прощать, пусть негодяи будут негодяями. Просто это нужно тихонечко говорить себе. Тогда это с вами не происходит. А то я об этом рассказываю, а люди потом пишут у меня в комментариях. Да, пусть у меня украл тот, а то. Кому вы пишете? Да и кони Бог. Скажите это Богу, скажите себе. Я при чем? Я могу только научить, а сделать мне в комментариях написать. Зачем? Я еще не в ранге святых, не могу еще как Петр просить напрямую у Иисуса Христа. Да и жить я не хочу как Петр, и закончить не хочу как Петр. Это был его путь. Я не хочу такой путь, умирать на кресте перевернутым вниз головой. Я хочу прожить как счастливый маленький человек, у которого есть прекрасная жена. Я хочу утром просыпаться, ее гладить и смотреть на ее губы. И вечером засыпать, ее гладить и смотреть на ее попу. Это моя жизнь, знаете, она мне нравится. И у меня нет желания кого-то спасать. Я маленький человек.